раз-два-три поехали всем привет сегодня я была на ярмарке вакансий для украинцев именно для украинцев которая проходила там в церкви вот по-моему норс норсист адрес точно я не помню ну вообще все знают первое что хотелось бы сказать что нас всех неприятно удивило то что писали организаторы нужно обязательно регистрироваться и регистрация закончилась за пару дней до самой ярмарки и в чем прикол ты когда регистрируешься на тебе регистрирует на определенное время ты не можешь его выбрать и так запускает по времени то сначала запускать те кто на 9 утра и так далее но в чем что нам не понравилось что те кто зарегистрированы их поставили с правой стороны те кто не зарегистрирован слева при том что сказали без регистрации приходить нельзя но люди все равно пришли и правильно сделали значит их поставили в отдельную очередь и они проходили регистрировались и сразу шли на ярмарку. То есть мы все стояли, ждали своего времени, а их, получается, так пропусили. Там начали уже наши возникать, некоторые, ну, что уже сделать? Тут же наши, слава богу, если бы еще были не наши, то, может быть, как-то это бы дальше пошло бы. Вот. Что хочу сказать? Очень хорошо организовано. Есть принтер и сканер, все, что есть. То есть, если даже вы забыли распечатать резюме или как у нас случилось, у нас они закончились просто посреди ярмарки, ты приходишь, тебе делают столько копий, сколько тебе нужно. Очень много волонтеров, то есть украинцев, которые переводят. Если вы там вообще ноль в английском, либо прямо на стоечке стоит один волонтер, который переводит, либо вы просите и к вам подходит. Очень понравилось. Во-первых, много было представлено разных организаций, разных сфер. Было много с отелей, было много те, кто уборщиц нанимал, на фронт-деск нанимали, на кухню поваров брали и помощников поваров. Очень много строительства. Вот строительство, какое хотите, от монтажников до стойлеров, еще кого-то. Ну, в общем, очень много. Я вот Паша на резюме. Кстати, он не пошел, потому что мы не успели зарегистрировать его. Когда я поняла, что он может пойти, у него есть время, начала регистрацию, уже не было свободных мест. Ну и мы не подумали о том, что можно без регистрации, так как опять-таки в группе писали, что без регистрации пройти нельзя будет. Вот, поставляли везде резюме. Надеемся, что нам позвонят, по крайней мере так говорили. Ну, я хочу сказать, реально, очень много. Там и водители нужны были, и нужны были помощники в библиотеку, помощник библиотекаря. И в чем еще, что мне понравилось, вот помощник библиотекаря, 18 долларов в час зарплата. То есть уже не минималка. И работа с детьми, 18 долларов с маленькими. Говорят о канадских правах. Тем более, мы сейчас спокойно их легко получаем. Да, их сейчас можно спокойно поменять. Вот. Ну, в общем, очень много. А, волонтеры нужны были, нужны люди для этих вот ухода за пожилыми людьми в эти дома престарелых. То есть там нужны все. А те, кто будет просто... Ну, то есть нет, там не говорится о персонале, медперсонале. Именно персонал, чтобы, говорит, провести там бабушку, поиграть с ней в игру, прочитать ей книжку. При том, что им нужны и русскоговорящие. То есть там много тут есть бабушек, дедушек русскоговорящих. То есть, они будут очень рады услышать там книжку на русском языке, например, прочитанную вами. Вот. Ну, то есть разные нужны. Профессии очень много нужны. Поэтому я рада, что я пошла. Я не рада, что Паша не пошел, но, правда, я всем поотдавала его резюме. Что еще главное? Если у вас есть какой-то экспириенс в Канаде уже... Просто мы брали резюме, которое у нас было вот... Ну, мы сюда приехали, нам помогли его сделать, а у нас такое есть. То есть мы его не обновляли. Если вы сейчас работаете там пар-тайм-джоп или просто там, не знаю, неделю поработали, даже неофициально где-то с них снег поубирали, обязательно это нужно указывать. Они смотрят, что у вас есть канадский опыт работы. Это уже, типа, лучше считается. Ну, понятно, да. И что хочу сказать. Теперь я поняла, что вот именно на ярмарке вакансий для украинцев нужно обязательно ходить. Вот когда там общие ярмарки вакансий, вот многие знают, в Телесе проходят. Мне вообще не понравилось. Во-первых, она в два раза меньше там была, в два раза меньше представленная разных предприятий. И во-вторых, там как-то на нас, ой, ну, как-то украинцы не полные английский, не знаете хорошо английский. Как-то так. Мне вот с той ярмарки вакансий не один, ну, не было ни одного звонка. Ни одного. Посмотрим, конечно, что будет здесь, кто его знает. Но, в общем, мне очень понравилось. Я там пробыла сколько? Часа полтора? Да, полтора часа. Ну, может, час точно. Я полностью довольна. Не знаю, мне очень понравилось. Вас покормили? Нет, нас так не кормили. Нет. А, я думала, вас кормили. Вот. Кофе не было даже? Нет. Ну, в общем, не знаю, мне все понравилось. Я же говорю, там все доступно, все понятно. Поэтому всем рекомендую. Хорошо, давай немножко с ребятами поговорим. Получается, ты ходила на эту ярмарку, ничего с прошлой ярмарки там никто не звонил, не писал? Нет, ну, скажем так, в прошлой ярмарке там было очень мало того, что мне могло бы подойти. Потому что там в основном тоже было строительство, и работали там в полиции, для мужчин все было. Из того, что я оставила заявку, это была страховая компания, но, как я поняла, тут невозможно работать без какого-то лицензии или образования, да. То есть я это дала ей свое резюме, но я поняла, что мне не перезвонят. Вот, дала в какой-то, я не помню, то ли кооп, то ли 7-11, ну, какой-то, короче, продуктовый магазин. Мне тоже оттуда не перезвонили. Вот, и все. Больше ничего подходящего мне вообще не было. Ну, мне звонили только один раз на доставку, возить что-то там, грузы, помнишь? Где-то минут 15 общался с человеком, он сказал, что еще ему 3-4 человека набрало других. Вряд ли что-то помогут, и так никто не перезвонил. Ну, в этот раз я вот Пашиных резюме оставила штук 5, начиная от... Там просто если на работу, там и доставка, то есть надо и как водителям работать, и плюс там, ну, на месте работать. Вот, и на строительство оставила, на драйвера оставила. Ну, в общем, посмотрим. Вот даже интересно, мы потом обязательно видео запишем, сколько было мне звонков, сколько Паши, вообще были ли они. Но я надеюсь, что будут, потому что это вакансии именно для украинцев. То есть они изначально готовы и хотят взять украинцев. Хорошо. Те, кто ходили на эти ярмарки, вакансии, устроились ли вы на работу, получается у вас работать, довольны, нет. Напишите какой-то фидбэк, и вот если вы сегодня были, напишите, вы сегодня были, все-таки есть, как говорила Саша, или как-то по-другому. Подписывайтесь на телеграмму, и не забывайте заходить в ютуб, и двигаемся дальше. Пока. Привет подписчику, который меня там встретил, Паша, на мой взгляд.